Сегодня хотелось бы рассказать о так называемом немецком стекле, так мы называем все эти стеклянные банки, бутылки, которые находим при проведении поисковых работ. Наверное, диву даешься, когда узнаешь, из-под чего же эти были все бутылки и банки. Взять вот такую вот банку, с одной стороны, не очень примечательную, небольшого объема, но содержалось в ней не что иное, как мед. И на фронте нечасто встретишь, даже в современной армии, чтобы кто-то где-то вот так вот банкой поставляли мед для солдат, чтобы они елись, лечились там. И чтобы их быт, вообще и дух солдат поднимать на фронте, немцы поставляли вот такую вот, такие вкусности, будем говорить. Для поднятия духа также вот в такой вот уже бутылке, наверное, свежее молоко. То есть даже доходило до того, что немцам моральный дух нужно было поднимать постоянно, и чтобы они как можно больше продвигались вперед, доходило до того, что поставляли свежее молоко вот в таких вот как раз бутылках. Шоколадная паста, всем известная, по сей день продается в магазинах. Вот такая банка раньше была от шоколадной пасты, которую немцы также легко употребляли с всевозможными напитками. Ну и классический напиток на то время был, это, конечно, кофе. Кофе, вот такая баночка из-под кофе. Мы встречались в 2014 году, встречались с немецкими бывшими солдатами, сегодня это обычные граждане Германии, а раньше они воевали на территории Ленинграда. И вот рассказ одного немца, когда, он говорит, я был пулеметчиком, зимой мы пили много кофе, и только слышим крики «Ура!», подходим к пулемету, буквально не выпуская кофе из рук, открываем огонь практически закрытыми глазами, потому что пулеметные точки находились там на расстоянии 15 метров друг от друга. Крик «Ура!» затихал, проходил какое-то время, опять крик «Ура!», опять подходим к пулемету, и, говорит, мы не понимали вообще, как можно так идти на пролом, понимая, что стоят одни пулеметы, и пробить вот здесь какую-то брешь в этой обороне, ну, практически невозможно. Бутылки, интересные бутылки, лимонад, вот такая лимонадная бутылка была. Здесь, в принципе, до сих пор остались клеемы на ней указан. Объем данной бутылки. Из интересного, когда мы нашли вот данную бутылку необычной формы, нам сразу подумалось, что это может быть какой-то коньяк или еще что-то, но, прочитав все надписи, которые находятся на ней, мы были очень удивлены. Причем даже, наверное, очень сказать, не сказать ни о чем. Вот эта бутылка – это витаминный комплекс для кормления аквариумных рыбок. Это понимание, что немецкие офицеры, скорее всего, я не думаю, что солдаты, скорее офицеры пользовались на фронте такими изыскными вещами, как аквариум, аквариумная рыбка. Естественно, их нужно было подкармливать. И вот такой вот витаминный комплекс был, наверное, обыденным. По крайней мере, встречаются такие вот всевозможные алкогольные напитки. Причем говорят, что русские много пили. Очень русских бутылок, если говорить по-хорошему, то за многие года работы я скажу, что мы нашли, ну, хорошо, если штук 8-10. Если говорить про немецкие бутылки, то сплошь и рядом, в большом количестве и любых напитков. Начиная от шампанского, ром, пива в большом количестве, всевозможные бутылки, шнапс, вина, все это было, и ассортимент, ну, наверное, как в хорошем баре. Джем. Ванка из-под джема. Один литр, классическая такая вот, тоже использовалась на фронтах Великой Отечественной войны. Причем данное стекло было привезено в основном с Ленинградской области. И как итог, хотелось бы, наверное, подвести такую определенную черту, что, видя все разнообразие стекла всевозможного, итог был один. Проигрыш во всей военной кампании Третьего рейха и всех немецко-фашистских захватчиков, кто принимал участие, все это, все эти благи, я так всегда говорю, не дали возможности поднять настолько солдату дух, чтобы он смог победить русского воина. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова